Сотрудничество Казанского университета с Тринити колледжем Дублина началось еще с обучения ирландских студентов в лабораториях института физики. И вот в январе этого года исследователи КФУ тоже пригласили в гости посетить лаборатории Тринити колледжа. В Ирландии побывали директор института физики Сергей Никитин и научные сотрудники Роман Юсупов и Нияс Бесенгулов. В какой-то момент было решено, что надо это сотрудничество, чтобы оно не ограничивалось только обменом студентами, но еще, чтобы мы установили контакты также на уровне исследователей и нашли точки соприкосновения, нашли области, в которых мы могли бы писать совместные проекты и сделать совместные исследования. Исследователи КФУ провели в Дублине 4 дня. Здесь им представили лаборатории уникального оборудования для работы с синтезом и исследованиями новых наноструктурированных материалов. Да, конечно, мы были короткое время, 4 дня, но это были фантастические 4 дня, в которых мы познакомились с кампусом Тринити колледж. Нам показали весь кампус, провели экскурсию, показали вот этот центр нанотехнологии, вот это уникальнейшее создание. Казанские исследователи со своей стороны выступили на специальном семинаре, где были представлены научные тематики, разрабатываемые в Институте физики и Центре квантовых технологий КФУ. Там создан центр, так называемый центр исследований адаптивных наносистем и наноустройств, оснащенные по последнему слову, фантастические совершенно, микроскопы, туннельные микроскопы, микроскопы, электронные микроскопы на просвечивание, исправление аберрации, то, чего, скажем, на сегодняшний день в Казанской университете пока, по крайней мере, нету. То есть в этой области они нам могли бы очень сильно помочь. В завершении визита стороны определили направления, по которым будут проводиться совместные исследования. Одним из них станет поиск и исследование оксидных материалов для прозрачных электродов, дисплеев и солнечных батарей. Кстати, с собой исследователи КФУ привезли не только образцы для дальнейшей работы, но и свои интересные наблюдения об Ирландии. Например, в точности, как в родном Татарстане, в Бруклине есть второй язык – гайльский, на котором объявляют остановки в автобусах. Все говорят на английском. Английский для них – это как бы абсолютно рабочий язык. А вот этот гайлик их заставляет в школе учить, как у нас учат татарский, да, при этом говорит, мы в школе поучились, вышли из школы, и никто им не умеет пользоваться. Есть только маленькое общество. Ну, при этом, плюс, они обязательно, это у них чуть не второй, если не первый государственный язык, то все вывески обязательно дублируются, указать на дорогах. Забавное наблюдение было, да? Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс.